Возгорание второго этажа, сцена. Сотрудник Центра здоровья и досуга звонит в пожарную охрану, чтобы сообщить о возгорании. Все люди, находящиеся в здании, должны немедленно покинуть его. В учреждении культуры проходят показательные пожарно-тактические учения. Отрабатывались навыки тушения пожара, действия по быстрой безопасной эвакуации и спасению людей, механизм проведения аварийно-спасательных работ. К месту условного пожара прибыли 33 сотрудника МЧС. Прежде чем приступить к тушению, им необходимо провести разведку, найти тех, кто не смог самостоятельно покинуть здания и вывести их на свежий воздух. По легенде учений, в горящих помещениях находятся три человека. При пожаре высокую угрозу для жизни и здоровья людей представляет задымление. Именно поэтому сотрудники МЧС экипированы спасательными устройствами газо-дымозащитной службы. За последние два года с их помощью были спасены 48 зареченцев. Всех пострадавших пожарные передали бригаде скорой помощи. В учениях также приняли участие спасатели Управления гражданской защиты. Такие тренировки проводятся в том числе и для отработки взаимодействия между различными экстренными службами заречного. Ведь в чрезвычайной ситуации все они должны функционировать слаженно, как единый организм. Для руководства процессом тушения пожара и спасения людей разворачивается специальный штаб. Резервные звенья направить на посты безопасности для замены работающих звеньев. В ликвидации условного пожара задействованы 9 спецмашин, в их числе и автолестница. Автолестница используется для спасения людей с высоты. На конце 34-метровой стрелы установлена люлька с лафетным стволом, который позволяет дистанционно подавать воду. Центр здоровья и досуга относится к объектам с массовым пребыванием людей. Этой категории учреждений сотрудники МЧС уделяют особое внимание, регулярно проводят учения и тренировки, чтобы всегда быть готовыми, первыми прийти на помощь. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Телерадио, компания «Заречный». Ксения Тризна, Вячеслав Юрта, компания «Заречный»